здравствуйте сегодня разберем один из самых популярных запросов в интернете как есть много и худеть и раз это интересно миллионам почему умею рассказать вам об этом урок будет коротким и содержать только важные моменты многочисленные эксперименты ученых и опыт самих худеющих показал что низкокалорийное питание и диеты не дают долгосрочных результатов действует короткий промежуток времени после которых нужно еще больше снижать калорийность а снижать ее бывает никуда я против урезания калорий менее 1200 вроде бы все логично и ешь меньше и худей но чтобы снижать вес здоровым путем правильно заботы о себе нужно рассчитать свой суточный калораж и знать насколько меньше нужно есть калорий чтобы не перейти ту тонкую грань между здоровым снижением веса и истощением с таких подсчетов начинался каждый поток курса нутрициологика также он будет начинаться и все последующие причем расчет участники делают сами это важно не сложная формула но в ней есть переменные величины возраст физическая активность которые изменяют суточную калорийность в разные периоды жизни вам не нужно будет идти на курс или обращаться к специалистам вы сделаете это самостоятельно себе мужу или даже подругам и так вы узнали сколько калорий должны получать с едой теперь важно разработать рацион а именно учитывать калорийную плотность продукта в программе питания на самом деле все намного проще чем все эти сложные термины смотрите например 100 грамм молочного шоколада это 500 калорий а 100 грамм капусты это 25 вес у продуктов один и тот же а калорийность существенно отличается калорий в продукте должно быть достаточно их не должно быть слишком мало или слишком много плотность должна быть адекватной в то же время каждая калория должна нести пользу а именно белки и жиры и углеводы витамины и микроэлементы в случае с фастфудом калории несут углеводы и жиры конечно углеводы углеводам рознь не нужно их бояться ведь углеводы дают нам энергию мы как машины которые заправляются углеводным бензином чтобы ездить но нужна мера сколько как много каких углеводов этому я обучаю на курсе правило любого приема пищи он должен иметь объем желательно около 350 грамм мой обычный завтрак весит 400 грамм каша 2 яйца бутерброд сыром с маслом плюс напиток представляете вся эта гора еды я считаю имеет калорийную плотность 400 калорий так плотно позавтраков я худею и вы тоже научитесь завтраки рекомендую делать белково-жировые углеводные то есть смешанные углеводные завтраки не рекомендую потому что они не дают длительного насыщения и начинаются перекусы следующее что нужно учитывать в программе питания это нутритивная плотность она дает насыщение и ощущение полного желудка допустим вы рассчитали свой рацион на сутки чтобы вес снижался вам нужно получать едой не более 1500 калорий вы можете съесть их и за один прием пищи причем легко один big mac это 1000 калорий кола и картошка фри еще 500 калорий как и обещала легко а вот совсем другой рацион на те же 1500 калорий который состоит из четырех приемов пищи это будут 2 яйца 100 грамм коренной грудки 120 грамм рыбы возможно это еще будет 150 грамм морепродуктов 400 грамм салата крупа хлеб представляете вот это наглядная разница рационов и пример откуда берутся калории калории дают насыщение и вы ощущаете что еды много некоторые участники которые приходят к нам на курс с осторожностью относятся к таким объемом и спрашивают а я точно должна столько есть многие признаются что впечатление что они едят целый день но при этом калорийность умеренная не будет избытка жира глюкозы и это помогает худеть и не быть голодными а когда мы сыты наш организм не включает механизмы по запасу энергии обменные процессы улучшаются нет отеков результат после такого снижения веса длительный не стремительно возвращения потерянных килограмм и плюсом еще несколько сытость наступает через 20 минут после приема пищи мозг получает гормон лептин гормон насыщение и говорит стоп ты с это второй механизм насыщения это когда желудок физически полный чтобы сделать еду объемный нужно составить рацион так чтобы еда в желудке занимала как можно больше места а не переесть две-три порции и лишних калорий включайте в рацион соответствующие продукты объемные но не калорийные в основном это овощи огурцы и кабачки и баклажаны капуста болгарский перец помидоры многие другие чтобы есть и худеть нужно усмирить свой инсулин в этом нам поможет налаженный режим питания без перекусов и низкогликемическое питание это еще один важный момент чтобы есть и худеть низкогликемическое питание всегда будет с низкоуглеводной составляющей потому что именно от углеводов зависит гликемический индекс продукта он характеризуется скоростью расщепления углеводов преобразование их в глюкозу и скоростью повышения уровня сахара в крови и соответственно выработки инсулина инсулин это гормон поджелудочной железы который участвует в обменных процессах по всех тканях но его основная задача это снижение уровня сахара в крови до нормы если в рационе преобладают продукты с высоким гликемическим индексом выработка инсулина происходит с удвоенной силой чтобы уровень сахара поддерживался на нормальных значениях когда инсулин справился со всем лишним сахаром его концентрация в крови также резко упадет мы перепад будем ощущать как чтобы такое перекусить так вот низкогликемическое питание не дает резких подъемов инсулина и спадов его уровень будет ровный с плавными подъемами и падениями все дело в углеводах которые содержатся в еде если они медленные то и расщепляться до глюкозы они будут медленно они как в случае с фастфудом подобно фонтан низкокалорийная программа питания которая начинается с 1000 калорий это не просто дефицит калорий к которому нужно стремиться чтобы похудеть это тотальный голод другими словами истощение потому что вы перестанете худеть даже на 1000 калорий и вам нужно будет снижать еще и еще и в этом есть громадное отличие от здорового похудения когда вы снижаете вес с дефицитом калорий но при этом продолжаете получать жизненно важные вещества правильный подход снижение веса восстанавливает показатели белка железа сахара инсулина и холестерина при этом вы чувствуете себя активнее и лучше когда результат уменьшения жировой ткани и улучшения анализа в крови это называется здоровое похудение а когда вы истощали себя да вы снижали количество жира но в большом количестве теряли белки мышцы и воду но самое ужасное игрались самой сложной системой в организме гормональной хорошо если все обошлось без последствий вспомните какие проблемы возникают у людей с заболеванием щитовидной или поджелудочной железы нарушение менструального цикла проблемы с зачатием сбои в гормональной системе вызвать не так сложно а вот утихомирить вернуть все как было ой как непросто подведу итог урока чтобы сделать невозможное есть и худеть соблюдайте правила первое объем пищи около 350 грамм второе нутритивная плотность то есть каждая калория обязана нести пользу иначе зачем тогда вообще есть третье калорийная плотность неправильно если в 100 граммах продукта будет 300 калорий или в этих же 100 граммах 60 четвертое состав продуктов белки жиры и углеводы конечно их содержание будет разным на завтрак обед и ужин и это нормально пятое низкогликемическое питание медленные углеводы вам в помощь на этом все как и обещала все компактно и по существу жду вас на своем самом полном курсе внутри циологика курс который изменит вашу жизнь подарит радость и энергию с вами была светлана никичук пока пока